мир вашему дому друзья это проект странник меня зовут андрей сорокин в москве раннее утро и мы снова отправляемся в дорогу сегодня едем в город который находится посередине пути между двух столиц между москвой и санкт-петербургом город о котором екатерина вторая сказала что он почти так же красив как париж и наконец город небесным заступником которого является князь михаил ярославич отправляемся в город тверь узнаем маршрут тверь поехали недавно читал что странничество на руси было чем-то вроде средства массовой информации странники бродили по городам и весям собирали предания и рассказы о христианских святынях а потом рассказывали их везде по пути своего следования люди жили с богом со христом и всю свою жизнь делили надвое это христова а это нет и в делах и поступках все так измеряли если по-божески годится а если без бога то и не надо нам ничего житие князя михаила ярославича тверского настоящий пример крепости духа и силы воли Князь живет в XIV веке, а тогда русские князья были увлечены борьбой за власть и постоянно участвовали на междоусобицах. Князя Михаила Ярославича окриветали в том, что он отравил жену одного своего московского родственника, а она была сестрой ордынского хана Узбека. И вот для того, чтобы доказать свою невиновность, Михаил Ярославич отправился в Золотую Орду. Но хана и слушать его не стали, заковали в кандалы. Конечно, у него была возможность бежать, но он понимал, что если он убежит, спасет свою жизнь, подвергнет опасности разорению весь свой город Тверь. Князя жестоко убили, а через 200 лет его прославили в лике святых. Так и остался он в памяти народной, как настоящий русский герой и святой угодник Божий. Потому что умер с молитвой на устах и жил по Евангелию. Вообще на город всегда обращали внимание известные люди России и даже монаршие особы. В начале царствования Екатерина II побывала в этом гостеприимном провинциальном городе. Прием, устроенный жителями, так ей понравился, что когда в Твери случился большой пожар, императрица приказала выделить из казны огромные по тем временам средства на восстановление. Но она поставила условие – город должен напоминать северную столицу Санкт-Петербург. Что и было выполнено – город поменял облик. Тверь была перестроена в камни согласно принципам регулярной планировки. В то время и появилась одна известная поговорка – «Тверь – городок, Петербурга – уголок». Благодарные жители установили Екатерине памятник, но до наших дней он не сохранился. Угольяне или кальйоне закажи себе в Твери с пармезаном макарони до яичницы свари. Каждый тверской школьник знает это небольшое стихотворение из письма Пушкина Соболевскому. И каждый знает это небольшое издание. Когда-то здесь была лучшая в городе гостиница итальянца Гальяне. Здесь останавливался Пушкин. Но во времена поэта эта гостиница выглядела совсем по-другому, потому что сейчас здесь нет ни гостиницы и ни кухни. Просто парикмахерская. Главный храм Твери – храм Воскресения Христова. Он и сегодня кажется современным, потому что его архитектура как будто бы вписана в куб. А между тем храм был заложен еще в 1913 году на средство Христо-Рождественского монастыря и царской семьи. Предполагалось, что его построят к 300-летию дома Романовых. Интересен храм еще и тем, что здесь служил один из самых известных архиереев русской церкви, человек, который сделал очень многое для прославления преподобного Серафима Саровского, митрополит Серафим Чичегов. Здравствуйте, отец Диакон. Приветствую вас, приветствую. Здравствуйте, отец Диакон. Отец Диакон, нельзя было пройти мимо вашего храма очень уж необычной архитектуры, как будто бы современная, модная архитектура, но это, конечно, не так. Да, этот храм начала 20 века, выполнен в неорусском стиле. Он был построен к 300-летию дома Романовых. Елизавета Федоровна, великая книгиня, участвовала в его закладке, а освящен он был священномучеником Серафимом Чичаговым в 1916 году. Ну, говорят, что в вашем храме, это единственный храм в Твери, где хранятся мощи, частицы мощей князя Михаила Тверского. Да, не совсем верно. То есть мощи Михаила Тверского еще хранятся небольшие частицы в соборе Белая Троица. А здесь находится самая крупная часть мощей благоверного князя, а также древняя рака, в которой до революции хранилось его тело. Вот, то есть вот эта вот рака, вот, можете ее увидеть, это рака 18 века, серебряная рака, была пожертвована благоверному князю, императрицей Елизаветой Петровной. Расскажите, как так получилось? Вот, мне удивительно, как с 14 века эти мощи до 21-го сумели сохраниться? Мощи благоверного князя, с ними же отдельная история. Когда князя убили в Орде, московские князья не отдавали на протяжении двух лет тело князя в Твери. То есть оно хранилось в Москве, вот, при стечении двух лет благоверной княгине Анне с епископом, с его наследниками, как бы удалось выпросить у московского князя это тело. Оно было встречено в Твери, при въезде в город торжественно отнесено в Спаспреображенский собор, и там вот находилось до начала 20-го века. После революции мощи пропали в неизвестном направлении. Но получилось так, по милости Божьей, то есть одна частица, она хранилась в музее, которая была передана нам в 88-м году. А благодаря нашему губернатору Игорю Михайловичу, вот, совсем недавно, была найдена еще часть мощей в музее Красной Армии. Это было так удивительно, что там был найден целый чемодан со святыми мощами. Вот, и, ну, князю Михаилу там была одна лопатка только, вот. Вот, и причем она была в таком вот мешочке, видно, что мешочек древний, вот, на нем был даже герб рабочей крестьянской Красной Армии, РКК. И потом, когда делали экспертизу, действительно, как бы, подтвердили, что вот эта вот частица мощей и та частица мощей, которая у нас находилась до этого, они, как бы, принадлежат одному человеку. Вот, поэтому, как бы, мы с полной уверенностью, вот, нарисовали икону и вставили в нее вот эту вот лопатку, которая хранится сейчас. И это самый крупный храм города Твери. В чем его особенность? То, что он бестолбный. Тут купол держится за счет веса на стенах. В советское время тут что только не было, и склад, было столовая, было. Храм был закрыт в 36-м году. После революции в Тверской епархии священномученик Серафим, который освещал этот собор, он же был уволен с Тверской епархии как раз на одном из съездов рабочих крестьян. Вот, то есть они сказали, нам эта архиерея не нужна, ну, пожалуйста, забирайте его отсюда. И вот священномученик уехал тогда в Петроград, вот, за штатным архиереем. Когда этот храм открыли, получилось так, что, как бы, тут ни святыни, ничего не было, вот, и люди начали приносить разные образа там, вот. И среди них был вот этот вот образ Божьей Матери. Вот, державная икона, она была найдена одним мужчиной в селе, в Хлеву. То есть это была дверь Хлева. Когда мужчина открыл, как бы, это там, что-то ему надо было в этом Хлеву, он смотрит, а это образ Божьей Матери. Вот он попросил у хозяйки эту икону. Она ему отказала, попросила денег за это. Он, как бы, купил икону, вот, принес ее домой, очистил, вот, и поставил у себя. После какого-то времени ночью он слышит голос, «Мне холодно, мне холодно, отнеси меня в церковь». Ну, он не понял, к чему это, вот, ну, проснулся, проснулся, ну, отнеси меня в церковь, посмотрел, приложился, дальше спать пошел. Вот, потом, по истечении какого-то времени, опять голос, «Мне холодно, отнеси меня в церковь, я на тебя не буду смотреть». Вот, ну, он не понял, потом подходит к образу Божьей Матери, а у нее нет глаз. Глаза на иконе пропали. Тут у мужчины уже сразу шок, он побежал в первый попавшийся храм. Это оказался вот этот собор. Вот он ее сюда принес, как только принес собор, глаза на иконе проявились, и вот эта вот икона, люди ее очень почитают таким образом. А когда же это случилась история с обрисением этой иконы? Это был 92-93 год. Ваш храм знаменит еще и тем, что здесь служил один из самых известных археев русской церкви, Серфим Чичиков, митрополит. Какая память хранится у вас здесь сейчас? Ну, самая главная память – это то, что он, осветил этот храм в первый раз. А вторая иконочка как бы у нас тут есть. Вот она была где-то в начале 2010 года передана к нам в храм. Одним из родственников митрополита – вот эта вот икона Спаса в Хитоне. Подлинник находится в храме Ильи Пророка в обыденном переулке в Москве, а здесь вот находится репродукция. И на память священному ученику мы совершаем полилей. Как раз это вот зримый знак того, что как бы священному ученик пребывает вместе с нами. Мы едем в самый древний храм Твери, который имеет необычное название – Белая Троица. Это храм 16 века. Его название связано вовсе не с цветом стен. По легенде, церковь не платила податей местному епископу, то есть была Белой, освобожденной от налогов. Белая Троица была свидетелем важных исторических событий в Твери. Что она только не видела – и погром, который учинили в городе опричники Ивана Грозного, и литовское разорение, и огромный пожар 1763 года. Но, несмотря на все исторические перипетии, церковь устояла. Есть и вторая версия названия этого храма, и о ней мы спросим у нашего проводника, отца Геласия. Второе предание повествует о том, что сейчас здесь крыша на скат сделана, а до 17 века она была черепичная, и такая вот сводообразная, то есть вся из черепицы. И вот эти вот черепки, они были белые. И получалось, что стены белые выбелены, и черепица белая, и храм полностью белый. Этот храм для многих жителей Твери, вот по крайней мере, более старшего поколения, это как бы духовная колыбель, потому что храм был с 60-х годов и до начала 90-х единственным храмом города Твери. Поэтому всех, кого крестили в Твери, всех крестили здесь. И получается, что до сих пор остался самый древний храм Твери? Это самое древнее строение города Твери. Не только храм, но и света. Это просто самое древнее здание города Твери. И третье по древности в области. О чем есть надпись? Вот на этой вот стене свидетельствует надпись «Закладная». Какие самые старые святыни здесь сохранились? Или нет? Самые древние святыни этого храма – это было две иконы. Икона Троицы и икона святителя Николая. Но эти иконы сейчас находятся в Третьяковской галерее. В 1935 году они были вывезены из этого храма. И причем, если вот посмотреть, вот этот вот иконостас, это иконостас 1740 года. Древние иконы находились вот слева. Была Троица и святитель Николай. Вот. Причем на одной из икон есть надпись, в которой свидетельствует о вкладе этой иконы святителем Акакиям, епископом Тверским. То есть вот его иконочка вот здесь вот. А святитель Акакий освящал этот древний Троицкий собор. То есть при нем он был основан. Вот. И святитель Акакий прославлен местно чтимый святой. А еще я знаю, что вот здесь в храме, не видел пока где, мощи Макария Калязинского. В этом храме, к сожалению, на данный момент мощей Макария Калязинского полностью тела нет. Так как то ли в 12-м, то ли в 13-м году мы его отдали обратно в Калязин. Из музея нам была передана рака с мощами преподобного Макария. Вот. Серебряная рака. Начало 18-го века. Это вот этот вот гроб. И в нем находилось тело преподобного Макария. Вот. После того, как мощь перенесли обратно в Калязин, после того, как мы вернули, нам оставили вот эту вот десницу преподобного. То есть вот преподобный Макарий все-таки с нами немножко остался. Вот. Через свои святые мощи, через руку. Но, к сожалению, всего тела тут нет. Вот. И, пожалуйста, приложите. То есть вот, монастырь Калязинский был троицкий, поэтому, когда в конце 19-го века раку реставлировали, она была добавлена вот этим вот изображением святой Троицы на крышке. И это та самая рака, получается? Это та самая рака, в которой до революции хранилось тело преподобного Макария. Причем, вот, что интересно с преподобным Макарием, когда поляки захватили монастырь, они изрубили тело преподобного. Украли раку. Вот. И телом братья потом искали по всему монастырю. И вот, когда мы передавали мощь в Калязин, кости были все освидетельствованы. И вот я сам своими глазами видел на черепе писабельный след. То есть, доказательство того, что это действительно как бы из музея нам было передано вот тело преподобного Макария. Пойдемте, дойдем до предела, и я вам как раз покажу образ, который оригинал находится в Литяковской галерее. То есть, вот, этот вот образ. Ага, ух ты. Вот, троица. Это вот копия 19 века с той иконы, которая была при основании храма в иконостасе. Вот. И чем она уникальна, вот здесь вот очень плохо видно. Но вот тут вот за ангелом находятся Авраам и Сара, преподносящие троице свои дары. Это копия 19 века. Вознесенский храм в Твери – это пример смешения стилей. Есть здесь и барокко, и неоклассика. Я, честно говоря, небольшой специалист в этом вопросе, но точно знаю, что когда-то на этом месте стояло две церкви – Богоявленская и Вознесенская. Были они обе деревянные, и обе сгорели в одном из пожаров в Твери. Вообще, в прошлом очень часто были пожары здесь, и тверичанам они мешали жить. В конце концов, на этом месте решили построить одну каменную красивую церковь – церковь Вознесения Господня. И тверичанам она известна еще и тем, что здесь хранится один необычный образ Богородицы. Называется он «Тучная гора». Думаю, что и многим из вас он будет интересен. Отец Сергий, принимайте странников, богословите ваших. Отец Сергий, принимайте странников, богословите ваших. Не мог не прийти к вам в храм. Слышал я, что когда-то на этом месте было два храма деревянных. Да, действительно, история нашего храма уходит вглубь веков. И еще в начале 17 века на месте нашего храма стояли две деревянные церкви. Одна – честь Вознесения Господня, другая – честь Богоявления Господня. Но в Твери очень частыми были пожары, вследствие того, что строительство все было деревянное, все здания. После очередного пожара жители попросили построить здесь каменный храм. Но, к сожалению, и этот храм тоже сгорел. И вот уже Екатерина Великая дала городу огромную сумму денег, один миллион царских рублей, на строительство всего города. Вот эта улица, рядом с которой храм наш расположен, улица Советская, она называлась улицей Миллионной. Как раз в честь того, что Екатерина Великая дала нам миллион рублей нашему городу. И началось каменное строительство. В советские годы постигла участь большинства храмов в Твери. Но, кстати, надо сказать, что участь не самая печальная. Очень много храмов в Твери, надо сказать, вообще были разрушены. Но ваш-то храм знаменит не только своими пожарами, но знаменит особым образом Богородице. Да, Богородице с нашими святынями. Давайте тогда пройдем к особо чтимой иконе Божьей Матери, Тучная гора, которая у нас именуется. А почему такое название, необычная Тучная гора? Три столетия назад еще Тверской строитель, Косьма Волчанинов, выполнял подрядные работы в Оршинском монастыре, тогда еще в Мужском монастыре. И за прилежно выполненную работу игумен предложил ему в подарок избрать одну из икон монастырских на его выбор. И Косьма увидел икону, стоящую у Клироса, явно не востребованную в монастыре. Указал на нее, попросил забрать именно эту икону. Косьма взял эту икону, бережно ее принес домой, дома почитал ее как величайшую святыню, молился перед ней и завещал своим потомкам передавать ее по мужской линии, из рода в род, как семейную реликвию. В качестве завещания он также попросил, если прервется мужская линия, то передать икону в храм. Потомки Косьмы завещание это со временем забыли. И вот, как повествует история этой иконы, Матерь Божия их вразумела. В семье потомков Косьмы Волчанинова невестка их не ужилась с их сыном, начались скандалы, неурядицы, и, дойдя до отчаяния, она решила наложить на себя руки. Уже намеревалась выполнить это намерение в растопленной недавно бане, но вот когда она уже подходила к бане, на пороге дома ей встретился инок, который ей сказал следующее слово. «Безумное, куда ты идешь? Возвратись в дом свой, отыщите на чердаке икону Матери Божией Тучная Гора, пригласите священника в дом, помолитесь перед этой иконой, и все у тебя будет хорошо». В шоке, в ужасе от такой вот неожиданности, от такого откровения со стороны инока, которому известны были ее намерения, она вернулась домой, призналась во всем своим близким, во всех своих планах и намерениях, нашли они действительно эту икону, пригласили священника, отслужили перед иконой молебен, и действительно жизнь ее стала налаживаться. Впоследствии стали замечать, что по молитвам перед иконой происходят многие чудеса, особенно большая помощь шла при молитвах за детей, к ней обращаются, когда какие-то неурядицы домашние, семейные. Первый образ тоже ведь не сохранился? Да, первый образ не сохранился, к сожалению, но тем не менее тоже чтимая, почитаемая, и Матерь Божия по молитвам перед этой иконой также подает помощь молящимся. А напомните эту историю про Тучную гору? Тучная гора. Почему икона так называется? В 67-м псалме мы как раз находим слова «гора тучная, гора усыренная». И по толкованию святых отцов, в частности, святителя Афанасия Великого, горою Тучная называется, в первую очередь, церковь, поскольку питающаяся на ней стада становится как раз тучными, усыренными. Ну, конечно, этот образ в духовном отношении означает, что все, кто обращаются к Матери Божией, также получают обильные дары от нее, духовные. Так мы должны это название понимать. Боречка, а еще какие есть у вас особо почитаемые здесь святыни в храме? Особо чтимой святыней нашего храма является, конечно, мощи священно-мученика Фадея, архиепископа Тверского. Давайте подойдем к ним. Отче, расскажите про этого святого. Немногие знают архиепископа Тверского Фадея. На самом деле, владыка Фадея чтим не только в пределах нашей епархии. Во всех местах, где он служил, о нем сохранилась очень добрая память. Его считались святым. На самом деле, патриарх Тихон, указывая на владыку Фадея, тихонечко говорил людям, обратите внимание, владыка Фадея – святой человек. Был очень нестяжателен, молитвенником был. Были случаи чудес здесь, фиксированные при его жизни. Как были обретены его мощи? Мощи его обретены были в 1993 году. Почему определили, что это владыка Фадея? Когда его после мученической кончины везли к месту захоронения, за этой повозкой следовали женщины, преданной церкви. И они отследили место его захоронения, изначально установили там крест, который впоследствии был уничтожен. Но прежде чем крест был уничтожен, верующие успели еще владыку переоблачить, и одна из верующих вложила ему в руку пасхальное яйцо, которое при обретении мощей было обнаружено. Как это символично, да. Дочка, скажите, а что же было в советские годы здесь, в этом храме? Здесь в советские годы была промышленная выставка устроена, появился в частности вот этот второй этаж перекрытия. Рядом с храмом был построен пандус, который до сих пор существует, по нему многотонные агрегаты туда подымались наверх. Конечно, вследствие такой перестройки была испорчена акустика. Боречка, спасибо вам большое за этот прекрасный рассказ. Помощи вам Божьей. Писательство Матери Божьей и владыки нашего Фадея Морительного Писательства. Дани Господь. Сейчас наш путь лежит в одной из самых интересных мест Твери. Место, с которого началась история города. Пожалуй, это самый неприметный храм в Твери. Неприметный, но достойный всяческого внимания. И это единственное строение, уцелевшее от отроч Успенского монастыря. По преданию, здесь княжеские отроки проходили специальную воинскую подготовку, после которой даже без оружия противостояли любому врагу. В этом монастыре 20 лет провел в заточении книжник и переводчик преподобный Максим Грек. Тверь стала для нас еще одним открытием. Здесь прекрасно все сочетается. 17 век и 21. Технологии и старина. Приезжайте сюда, чтобы поклониться Тверским святыням и познакомиться с интересными людьми. А я продолжаю свой путь странника. Помогай Господь. Продолжение следует... Продолжение следует...